Футбольный клуб Луч Энергия потерпел очередное домашнее поражение. Приморцы уступили Сибири. Тигры первыми создали опасность у чужих ворот, но до открытия счета дело не дошло. Зато гости реализовали почти первую же серьезную атаку. Уже на 11-й минуте Беляев прицельно пробил в девятку ворот. 0-1. К перерыву счет не изменился, а вот во втором тайме новосибирцы забили еще. После довольно абсурдного провала в обороне все тот же Беляев буквально затолкал мяч в сетку. 0-2. Луч в свою очередь ответил парой опасных моментов, но ни одного гола так и не вернул. Стратегическая игра была. Нужно было выигрывать, чтобы, во-первых, Сибирь не отпускать и самим не тонуть туда, не уходить вниз, потому что дальше будет еще сложнее. Там Оренбург, потом Дома Тамбов и три выездных игры там и так далее. Так что в этом плане нужно было брать три очка. Но как вскоре оказалось, поражение было уже не на плечах Емельянова. Команду к матчу готовил новый специалист из Словакии Желт Хорняк. Как заявило руководство, он уже совсем скоро займет пост нового главного тренера Луч Энергии. Контракт, конечно, пока не подписан. Все-таки Желт иностранный специалист, а у нас с этим всегда проблема. Во всяком случае, мы рассчитываем, что после соблюдения всех формальностей Хорняк будет официально назначен главным тренером. За свою тренерскую карьеру 44-летний Хорняк поработал с клубами Слован, Мика и Бананс. Напомню, что если контракт будет подписан, то это станет уже четвертой сменой главного тренера Луча за последний год. Хоккеисты Адмирала завершили свое шествие в Кубке президента Казахстана. В последнем матче предсезонного турнира моряки в сухую обыграли Борис. Шайбами в матче с хозяевами отметились Максим Китсон и дважды Николай Глухов. А голкипер Никита Серебряков, сыгравший первый матч на турнире, отразил 28 бросков и не позволил отличиться казахам. 3-0. Вратарь моряков по итогу был признан лучшим хранителем ворот на турнире. Таким образом, после трех побед и двух поражений Адмирал смог занять третью строчку в Кубке. По итогам турнира есть и плюсы и минусы. На данный момент плюсов больше. Матч с Борисом стал во многом определяющим. После него мы расстанемся с некоторыми игроками, а в Уфе будет новый отсев. Теперь Приморский клуб стартует в почти таких же соревнованиях в Кубке Республики Башкортостан. В первом матче турнира Адмирал встретится с Салаватом Юлаевым. Максим Яковлев, новости спорта на восьмом.